Привет всем, дорогие подписчики, гости моего канала. С вами Ниром. Сегодня поговорим о том, можно ли вставлять новые процессоры AMD Ryzen 9 серии в материнские платы на базе A320 чипсета или нет. А перед началом просмотра будет небольшая рекламная вставка. Спонсор сегодняшнего видео немецкий магазин компьютерной бытовой техники Computer Universe. В данном магазине вы можете купить разнообразную бытовую технику, компьютерные комплектующие, такие как видеокарты, процессоры, материнские платы и так далее. Кто заинтересовался, ссылка будет в описании. Также в описании будет купон на скидку в размере 5 евро на первую покупку. Ребята, это видео я максимально спонтанно записываю в лайф-режиме. Дело в том, что изначально я его записывать не планировал. Я сегодня открыл интернет, стал проглядывать чужие ролики, как обычно, перед тем, как приступить к работе и наткнулся на ролик Максима с хорошего выбора. Заранее говорю, что я его ругать не собираюсь, никого оскорблять, я этим не занимаюсь, я не снимаю всякие горе-сборки, обзоры на других блогеров. То есть, меня это не интересует. В общем, в принципе, к Максиму у меня есть определенные придирки, наверное, потому что периодически он все же снимает всякую непонятную дичь. Но в этом ролике, в принципе, он в конце сказал, что он не рекомендует так делать и так, ребята, не делать. То есть, это тестовый стенд и он это сделал для того, чтобы просто посмотреть, что же будет. Типа, замкнет, не замкнет, там что-нибудь прогорит, не прогорит и так далее. Ну, образно. Я вообще думаю, что это надо было сказать прямо в самом начале, что вот, ребята, мы сейчас сделаем тест, но, ребята, не вздумайте так делать и так делать ни в коем случае нельзя. Давайте пролетимся по ошибкам, которые были сделаны при тестировании. Первая ошибка, которая, скажем так, достаточно существенная, это тест в открытом стенде, ребята. Понимаете, в чем дело? В открытом стенде, я думаю, вы сами понимаете, температуры на порядок ниже, нежели у вас все эти запчасти были бы в корпусе. Скажем так, одно дело, у вас корпус хорошо продувается, а если у вас корпус, допустим, как у меня, который плохо продувается, ну, вы понимаете, что все корпуса разные. Есть корпусы с хорошим продумом, а есть корпусы с таким, что в них температура получается на 20 градусов больше, нежели, к примеру, если бы в открытом стенде все это было. И, допустим, очень, скажем так, большой шанс, что вы как раз купите вот такой корпус, который будет плохо продуваться. Допустим, возьмете корпус какой-нибудь супер-бупер красивый, но непригодный для нормального продува. Я свой корпус брал, вот этот, изначально под кастомную водянку, я изначально знал, что я туда пихну столько радиаторов, и, скажем так, ну, мне его хватает, хоть тут продув говяненький, ну, реально говяненький, ну, в общем, с учетом того, что у меня три радиатора, тут стоит кастомное охлаждение, у меня там все, в общем, не греется. Ну, если бы у меня стояли обычные вертушки, не было кастомного охлаждения, температуры вот в этом корпусе реально порядка на 15-20 градусов больше, если бы у вас просто вот был бы открытый стенд. Поэтому, ребята, смотрите, если вы соберете такую систему на открытом стенде, у вас температура как бы ниже, а если в корпусе, то выше. Получается, что его тестирование немножечко некорректно. Потому что, вот, к примеру, сейчас у него что там вышло? Около 100 градусов в стресс-тесте в АИДе в открытом стенде. Получается, если бы это был Линкс, температуры уже были бы выше в открытом стенде. То есть вы должны учитывать, что АИДе это не самый лучший стресс-тест, в АИДе температура не особо высокий получается. Максим, в общем, сказал в этом видео, что в АИДе температуры такие же, если бы вы что-то монтировали, там делали рендеринг. Это не совсем так. Во время рендеринга температура получается намного выше, чем в АИДе. К примеру, вот эта система моя. В АИДе на 15 градусов на первой водянке была холоднее, нежели при рендере видео. То есть рендер видео очень сильно разогревал систему. Но я про ту систему, в смысле, говорю, которая у меня еще была на первой моей кастомной системе. То есть у меня там VRAM получался на 15-20 градусов горячее во время монтажа по сравнению с АИДой. А Линкс еще горячее. В Линкс может быть на 25 даже градусов горячее. Но это, опять же, зависит все от вашего корпуса, насколько он хорошо продувается. То есть, опять же, некорректный тест. Вы должны понимать, что если рендеринг будет или нормальный какой-то стресс-тест, то температуры у вас будут выше на 15-20 градусов. Плюс все это будет в корпусе. Это плюс еще 10-15 градусов. То есть, если у него тут под 100 градусов VRAM разогрелся во время АИДы, то в нормальном стресс-тесте в Линкс либо при рендере видео в закрытом стенде температуры будут под 130 или даже выше градусов. Я думаю, там под все 150 даже может быть. То есть, скорее всего, температура не будет нормально рассеиваться и будет все больше и больше становиться и приблизиться к пиковым значениям. И все это дело, в общем, одним словом, сдохнет, мягко говоря. Ребят, сейчас мы немножко отвлечемся от температур. Перед тем, как я дальше буду рассказывать про VRM и про температуру, хочу поговорить с вами еще одной маленькой ошибки, которую допустил Максим в этом ролике. Дело в том, что он, в общем, показал разгон оперативной памяти и сделал это тоже немножко некорректно. В общем, он все сделал это на автомате и на 26-ых таймингах. Так ни в коем случае делать не надо. То есть, вот что он это сделал, вот разгон системы, это все кукуруза. Тайминги вообще, все вот это дело надо подбирать вручную. От такого разгона, который сделал Максим, ребята, будет только хуже. То есть, у вас повысится очень сильно латентность, то есть, у вас увеличатся задержки. И вместо того, чтобы система работала быстрее, она у вас будет работать медленней. То есть, вот так, как сделал Максим, ни в коем случае не делайте. Это не разгон, а одним словом мракобесие. То есть, он показал в этом деле свою максимальную некомпетентность по отношению к разгону. То есть, ни в коем случае так систему не разгоняем. Все должно подбираться вручную тайминги, субтайминги и так далее. Если вы этого делать не умеете, то ни в коем случае, как и сделал Максим, не делайте. Это все ерунда полнейшая, в общем, что он сделал. Теперь, ребята, давайте быстренько по материнкам пробежимся и по температурам. Я в дальнейшем сделаю сейчас видео, кстати, подробное про X570 платы. Чуть-чуть и осталось. Буквально, я думаю, 5-6 дней и я приступлю к его монтажу. По 320 платам, что у нас? Я считаю, что, в принципе, можно ставить, как Максим, туда Ryzen, к примеру, первых поколений, шестиядерные. А можно ставить, к примеру, 2600. Ну, вот уже 8-ядерники я бы не ставил. То есть, к примеру, в А320 я бы ни в коем случае не запихал бы 8-ядерный процессор. Ни первого, ни второго поколения, ни третьего. Да, третьего, в принципе, там температурные веры будут ниже, но они будут все равно высокие. Кстати, Максим в этом ролике сказал, что максимальные нормальные температуры это 80-90 градусов на VRM. А критичные 110 это не совсем так. Это не максимальные нормальные температуры. То есть, нормально слово тут не подходит. Это просто как бы максимально рекомендованные значения. А выше уже как бы температуры просто нежелательны. Нормальные температуры во время работы вашего компьютера на VRM, во время стресс-теста Lynx, аиды, должны колебаться от 50 до 70 градусов. Если они больше 70 градусов, то это уже как бы не есть хорошо. Я когда разгоняюсь с системы, я стараюсь, чтобы температура на VRM не превышалась 70 градусов. А как бы, ну, 76, там, это еще, ладно, куда не шло. Но если выше, то это уже как бы не совсем хорошо. Ну, вы должны понимать, что температура от 90 до 110 градусов чреват тем, что у вас может прогореть какая-то фаза, быть пробой, у вас может сгореть и процессор, там, и карта, и оперативка, чего хотите. А также у нас возрастают пульсации, тоже надо учитывать. Когда у нас возрастает пульсация, у нас становится менее стабильный разгон. То есть у нас менее стабильно работает процессор, менее стабильно работает оперативная память и так далее. То есть весь разгон целиком становится менее стабильным. Поэтому температура на VRM лучше держать в пределах от 50 до 70 градусов, максимум до 80. максимум. Как бы уже от 80 до 90 градусов это прям максимально-максимально-максимально уже значение рекомендовано. То есть выше уже некуда, выше это полная задница одним словом, ребята. Ни в коем случае так вашу систему не разгоняйте. По 320 платам я, в принципе, уже сказал. В принципе, любые 6 ядерники на них уже можете вставить. По поводу B350 и B450 плат тут все индивидуально. Это зависит от того, какие MOSFET, от того, сколько фаз питания, сколько линии питания и так далее. То есть каждой материнской плате нужно подбирать процессор индивидуально. Про это я уже ролики свои снимал. Поэтому, прежде чем что-то покупать, прежде чем что-то разгонять, нужно сто раз головой подумать, а не экономить на материнских платах. Экономия на материнских платах, скажем так, может привести к не очень хорошим последствиям. Так же, как экономия на блоках питания. Так делать не надо. Все должно подбираться так, чтобы, скажем так, все работало максимально стабильно и нигде у вас не было высоких температур. Ни в коем случае. Дорогие мои подписчики, гости моего канала, спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вы его не воспримете как хейт какой-то там максим и так далее. Нет, я никого еще раз говорю, не хотел хейтить, оскорблять и так далее. Ну, может быть, немножко потроллить, но, в принципе, почему бы и нет. В общем, ребята, в первую очередь я это видео записал для того, чтобы вы не спалили свои компьютеры. Еще раз повторяю, прежде чем что-то покупать, прежде чем что-то самому делать, разгонять и так далее, в сто раз подумайте головой. В общем, все надо подбирать с умом, а не как попало. В общем, еще раз спасибо, что посмотрели это видео. Если оно понравилось, можете поставить вот такой жирный лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик. Также, ребята, если вы хотите помочь моему каналу в развитии, можете сделать куда-нибудь репост. В Facebook, Водноклассники, ВКонтакте. Когда вы делаете репост и пишете комментарии, это очень сильно помогает продвигать видео в похожее рекомендованное. В общем, комментарии, они вообще очень классно, кстати, действуют на продвижение. Чем больше комментариев, тем лучше. Ну и что там, ребята, не пропадайте. До новых встреч. В общем, я иду монтировать сейчас видео про видеокарточку за 6000 с Алиэкспресс. А потом, в общем, приступлю к монтажу обещанного видео про X570 платы. В общем, мы там подробно разберем VRAM и так далее. В общем, думаю, видео будет достаточно интересным. В общем, пока всем!